Я хотел бы, во-первых, извиниться перед Александром Львовичем, я немножко вспылил. Дело в том, что действительно нам нужно партийные дела как бы забыть о них и выходить на какой-то консенсус, находить такие точки соприкосновения. Но я представляю справедливую Россию, вот даже с справедливым ростом предыдущим готов поспорить, что нужно видеть не Путина перед собой, а обращаться к обществу уже, потому что обращения к Путину, к сожалению, они бесполезны, потому что Путин проводит вполне свою политику осознанно, политика на разделение общества, на создание классов. Понимает он это так вот или нет, но он эту политику проводит упорно в течение всех 12 лет. Одним из инструментов вот этой политики разделения людей на классы или, там скажем, группы с разным уровнем дохода есть инфляция, да, обесценение рубля. Вот мы все здесь в основном люди, которые пожили в Советском Союзе, мы помним, что доллар стоил 67 копеек, но это был официальный курс для ограниченного числа людей, и в принципе это не имело никакого отношения к реальному соотношению рубля и доллара. Но это был официальный курс. Вот если мы сравним официальный курс сегодня, да, и тот курс, который был в последние годы Советского Союза, с учетом динаминации 98-го года, то рубль опустили в 48 тысяч раз. Если брать рыночный курс, ну там, скажем, всякие комки раньше были, валютники, то рубль опустили в 700, от 700 до 1000 раз. И, как нам говорят, что снижение рубля делается для повышения конкурентоспособности нашей экономики, чтобы производства расцветали. Ну вот за 21 год, который прошел при проведении этой политики обесценения рубля, значит, в экспорте доля обрабатывающей промышленности упала меньше 3% стало. Все остальное, нефть, газ, вес, минеральное удобрение и все прочее. То есть снижение рубля, оно бьет и по доходам населения, бьет промышленность. А бьет промышленность, теряются рабочие места, увольняются люди, производство теряем. И, соответственно, снижаются и доходы, которые можно получить на производстве. Поэтому я бы хотел сейчас перейти к такому реальному вопросу. Он немножко выпадает из общего контекста, потому что в основном здесь такие социологические, исторические моменты, идеологические. Да, здесь ближе к экономике, но я все-таки воспроизведу. Нам надо быть ближе к экономике. Я бы хотел обратить внимание на наполнение пенсионного фонда Российской Федерации. Дело в том, что увязывается наполнение фонда страховыми платежами. И говорят, вот чтобы нашим пенсионерам дать больше денег, чтобы они лучше жили, надо больше собирать страховых платежей. То есть мы будем губить нашу промышленность, будет создавать, она будет неконкурентоспособной, в том числе и в таможенном союзе. И, соответственно, у нас будет снижаться база, с которой собираются эти страховые платежи. Единственный правильный путь – это снижение страховых платежей. Ну, вот здесь уже затрагивалась тема. Мое предложение, которое я, ну, скажем так, озвучивал или доводил до власти уже в течение пяти лет, это дополнение к страховым платежам направлять деньги из дополнительных источников. Ну, такие, как поступление от нефти и газа, я пока отклоняю. А достаточно туда направить государственную долю в Сбербанке, в ВТБ, в сырьевых корпорациях с государственным участием. И дивиденды, которые будут поступать и ежегодно начисляться на вот эту государственную долю, они будут идти дальше на выплату пенсии. Объем этих средств довольно значительный. Это позволяет несколько снизить страховые платежи с предприятий. То есть никакой динамики такой, чтобы наполнять пенсионный фонд и ради этого уничтожать конкурентоспособность нашей промышленности нет. Вот это одно из предложений. Это одно из предложений.